Всем привет! Это третий день пребывания в Москве и мы опять оказались на Красной площади. В Москву мы приехали на три дня и уже успели сходить на Красную площадь, парк Зарядье, улицу Никольскую, поужинали в легендарной вареничной номер 1, погуляли в парке Горького, ВДНХ, посетили музей космонавтики и проехались на Монавельсе до Останкино. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Это мотивирует меня, снимает еще больше роликов и способствует продвижению канала. Сейчас мы вышли на библиотеке имени Ленина и как будто бы вернулись в Петербург из таких же зданий, как у нас. Мы с вами следим за блогерикусом, который занимает свою позицию. Блогерики все очень любят сниматься в цветах и всяких подобных местах. Нужно, чтобы все было красивенько, а еще, чтобы можно было лечь. Какие здесь красивые цветы посадили и все разные. Обалдеть! Мы зашли в интересный дворик и здесь поющая стена. Обалдеть! У меня все обалдеть! Все новое обалдеть! Послушайте! Мне кажется, еще круче будет. Я так думала, что сама стена поет, а вот колонка стоит, которая дает звук. И пока мы спускаемся в метро, чтобы перекусить в необычном кафе, расскажу, что удивляют петербургцев в московском метро. Во-первых, удивили большие терминалы для покупки карты для проезда и их разнообразия. Во-вторых, наличие туалетов в метро, но отсутствие газетных киосков с напитками и шоколадками. В-третьих, московское метро неглубокое, поэтому здесь можно встретить станции без эскалаторов, только с лестницами. В-четвертых, большинство поездов новые с наличием зарядок, электронных табло в виде больших планшетов и множества разных мелочей. Но остаются и старые атмосферные вагоны, которые вполне себе на ходу. В-пятых, в Москве есть небольшая ветка монорельса, на котором тоже можно проехать по единому билету. В-шестых, в метро можно сделать пересадку на другие ветки железнодорожных сообщений. Так мы доехали до Лужников, об этой истории расскажем дальше в видео. И, конечно, в петербургском метро нет кафе, а в Москве есть. В него-то мы сейчас и отправимся. А сейчас мы с вами видим, как блогерикус учуял вкусняшечки. И срочно нужно идти в буфет номер 11. Буфет номер 11 находится прямо на платформе станции метро Арбатская Филевской линии. Здесь могут пообедать сотрудники метро и обычные пассажиры. Здесь воссоздали атмосферу 30-х годов, когда метро в Москве только создавалось. Чай прям вот как будто бы из натуральных ягод. Черный чай со смородиной легкий-легкий, такой вкус. И эклерочку пробуем. Ой, он такой мягкий. Нежный-нежный. Очень нежный эклеры, очень вкусный. Передохнув в буфете, мы отправились исследовать старый Арбат. И первым делом нашли пару магазинчиков с ручной работой. И первый магазин, который был у нас на пути, называется «Чудесное рядом». Зашли в магазин, посвященный коту. Тут много таких. Нет, совсем много. С арбузом. А, он просто механически чистый. Он даже без кнопок. Ух ты, так, с арбузом и с бананом. Прикольный. Прикольный. Это бы немного Петербурга. Ну, вообще детей очень много. Иногда он много заканчивается. У нас вообще нет. Да, у нас очень много. Да, у нас очень много. Да, у нас очень много. Ценим ручную работу. Классные деревянные коты. Такого я еще не видела. А этого мастера я видела в магазине «Твоя полка» на Пестеле, где я тоже продаю свои изделия. Ну, а так. Зачем? Шевыряй добро. Нашли «Твоя полка» прямо на Арбате. Я в нем. Я в нем. Вот, смотри, вот эти вот пейзажи. Я думала, знаешь, они не вот такие, это как картины. Так, похоже, я нашла близкое к тематике того, чего я хочу. Я какого-то мастера, иллюстратора осчастливила. Идем с Арбата. Сейчас перекусим в братьях Караваевых. И затем отправимся на кораблике или на пароходике, да, по реке Москве. Субтитры сделал DimaTorzok Стоит вся эта очередь. Нам интересно. Сережа предполагает, что к мавзолею. Вполне вероятно. Мы сейчас идем в парк Зарядье. Там садимся на пароходик, на теплоходик. Будем кататься по Машкой реке. И опять оказались на Красной площади. Я не думала, что мы второй раз здесь пойдем. Ему еще раз в Красную площадь. Мало ли, вы не видели в первой части. Монахи буддийские тоже приехали в Москву. А вот и подвесной мост. На Дорому были пары движения. Фух, постояли на жаре. Наверное, полчаса. Наконец-таки нас спустили на нашу удачу. Удача обернется нам? Удачи или нет? Какой у нас маршрут? Расскажи. Я откуда знаю? Кто билеты покупал? Ты. От Китая города. Через Парящий мост. Ландшафтный парк Заядья. Забор Василия Блаженного. Московский Кремль. Храм Христа Спаситель. Памятник Петру Первому, который тебе нравится очень. Крымский мост, по которому мы ходили. Через парк Горького. Нескучный сад. Воробьевые горы. Стадион Лужней Кейт. МГУ Ломоносова, Новодевичий монастырь и Площадь Европы. Спасибо. И чтобы вам не переплачивать, покупайте билеты заранее на сайте. Вот сайт, на котором мы покупали билеты. Пластика. Вот еще классные теплоходники. А, это прямо на порту. МГУ Ломоносова, Новодевичий монастырь и Площадь Европы. Спускаемся в метро, едем на Лужники и потом на Фаникулере уже на Воробьевы горы. МГУ Ломоносова, Новодевичий монастырь и Площадь Европы. И так еще интересно, да, в двух разных поездах. Сначала мы ехали, спустились на Киевскую. Оказывается, нам нужно было на Филевскую. Мы спустились, поднялись. Мы спустились на Киевскую. А надо было на Киевскую. Кто старенький, тот поймет, почему отсылка. На Киевскую, Филевскую нам нужно было. Все-таки мы ее нашли, спустились. А доехали до Кутузовской. Там тоже куча разных переходов было. И потом попали на совершенно другой поезд Рожидешный. Рожидешный. Но нас спасла еще карточка единого билета. Единая карта. Нам не нужно было покупать различные билеты. Мы прям по ней сразу везде прошли. Да, потому что это сразу электричка. Да. То есть вы из метро переходите на электричку. Но это не совсем электричка. Это МЦК какое-то московское. Москвичи знают, о чем я говорю. Московский центральное кольцо, я хрен его знает. Да, это просто обычная РЖДшная электричка. Типа едешь спокойно точно так же, как на метро, только на электричке. Но поединок билеты и туда, и туда одинаково стоят. Ну, в смысле, вообще ничего не стоит. А мы даже не знаем, сколько стоит. Мы прошли по единому билету. Если вы в Москве, на пару дней покупайте единый. Во-первых, выйдет дешевле. Во-вторых, не надо думать, где покупать билеты, на какой вид транспорта. Можно ездить везде по одному. Вообще отличная штука. Москвичам мое почтение. А сейчас мы идем прямо на канатную дорогу. Сошли мы из канатной дороги. Заплатили 270 рублей с одного человека, всего 540. Если платите по СБП, скидка 20%. Вот так. Так что мы заплатили 400, что-то там. Супер. Вот вам лайфхаки. Вы, наверное, хотите узнать, понравилось нам или нет. Ну, так себе. Прокатились и прокатились. Очень душно в кабинке. Одноразовая штука. Мы прокатились с Лужников до Воробьевых гор. Наши соседи еще поехали обратно. Но можно на самом деле не ехать, а прогуляться просто по парку. Мы сейчас чуть-чуть осмотримся и покажем вам немного Воробьевых горы. Подошли к смотровой площадке. И здесь вот сразу видно стадион Лужники. И впереди нас возвышается Москоу-Сити. Прямо у смотровой площадки МГУ стоит. Фу, сегодня плюс 30 градусов, если не плюс 32. Очень жарко, мы все вымотались. Сели в парке у МГУ. Чуть-чуть придохнем и двинемся дальше к метро-университет. И, наверное, поедем уже в отель. И завтра у нас около 9 часов или полдевятого самолет. На Донбай в Минеральные воды. Нужно будет встать пораньше. Часов в 5 утра и уже выехать в аэропорт. Взяла с собой фотоальбом с принтером. Думаю сейчас распечатать фотографию какую-нибудь. Напомню, что я перед отпуском сделала сама для себя фотоальбу. И вчера я уже начала его заполнять. Первая страница готова. Фотографию я распечатала вот на таком вот прототивном принтере к Xiaomi. Сейчас опять попробуем распечатать фотографию и наклеить ее фотоальбомчик и оформить уже по другому страницу. Распечатала вот такие вот фотографии. Вот эти две я хочу сейчас совместить. Сюда приклеить одну. А мы с вами видим, как маленький блогерикус что-то делает со своим альбомчиком. Она нарухит туда какие-то интересные наскальные руны. И видимо хочет приворожить какого-нибудь мужичка. Которая на фотографии, да? В блогерикус не в курсе. Или стала писать. Что этот мужичок уже давно приворожен. И уже никакого смысла в этом нет. Но она очень усердно выводит свои маленькие линии. А тут нет наклейки. Тут надо вырезать. Ну вот. Ну что за подстава? Ну вообще. Москва. Хотела сюда еще. Звезду. А их надо вырезать, но ножниц сейчас нет. Здесь нож. На ужин мы решили зайти в кафе Андерсон. О котором я рассказывала во второй части блога. Вкусно? Вкусно. Ну как будто реально как будто по кровати. Ну просто пирожек накидали, водичка гореть. И не смотря на Сережину реакцию на фруктовый чай, нам он очень понравился. Еще я взяла себе грибной крем-суп, а Сережа драники. Придя в отель и немного передохнув, я принялась заполнять свой фотоальбом. Кстати, такой или другой фотоальбом могу сделать и для вас. Проходи в мою группу ВКонтакте по ссылке в описании. И закажи фотоальбом для своих воспоминаний из отпуска или других моментов жизни. Вот таких два разворота у меня сегодня получилось. Вырезала звезду ножницами. А на второй странице парк Зарядье, где мы попали под ливень и прятались вот под этим навесом чудесным. И вот под этой стеклянной корой мы прятались от ливня. И я решила об этом написать как раз таки рядом с фотографиями на странице альбомчика. Ну вот и наступило время прощаться с Москвой долгожданной. Спасибо, что прогулялись вместе с нами. Это были потрясающие три дня. И, наверное, я долго о них не забуду. Но в памяти у меня остаются и фото, и видео, и мой любимый фотоальбомчик уже. Ну что, где наш рейс? Нашел. Минводы. Идет регистрация. Мы уже приехали в аэропорт. Встали сегодня очень рано. Около пяти утра. Быстро собрались, выехали. И также быстро доехали. И вот мы уже сидим. Все досмотры прошли. Ждем нашу посадку в минеральные воды. Что ты мне ручкой машешь? Все? Подбегаешь от меня. Как лучше написать предложение. Что мы прятались под ледяной корой. Под ливень. А ливень мы пережидали под ледяной корой.